Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события дня. Современный госпиталь откроется в Самаре. В 2018 году у первых пациентов примет перинатальная клиника. Фонтанов много не бывает. Еще одно гидротехническое сооружение появится на Молодогвардейской в сквере возле Шанхая. Новые дворы за миллиард рублей в Самаре запустили федеральную программу благоустройства. Протеус в действии. В поликлиниках города заработала новая система безопасности от внутрибольничных инфекций. Выставка юбиляра известный самарский фотограф рассказал о жизни и о себе. Основатель клиники «Мать и дитя» готов расширить медицинское присутствие своей компании в Самарском регионе. Предварительная договоренность об этом достигнута на встрече с губернатором Николаем Меркушкиным на Международном экономическом форуме в Петербурге. Строительство многофункционального комплекса уже на завершающей стадии. Там будут оказывать широкий спектр услуг. От решения проблем бесплодия до полной диагностики всех членов семьи. Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Инвестиции составили более трех миллиардов рублей. Первых пациентов в госпиталь готов принять следующей весной. Проект очень важный для людей и для Самарской области. Может быть, там не только будут, скажем, пациенты в Самарской области, а может быть, и в соседних регионах, потому что вот паскотехнологичный очень центр. Сейчас вот добавляется оборудование. Тоже новость дополнительная, еще более, скажем, современная и для более широкого спектра обследований людей. И для нас это будет такая базовая точка в медицине, которая будет и притягательной, и престижной. Мы закончили общестроительную работу. Мы как раз вместе с Николаем Ивановичем принимали эти общестроительные работы. И вовсю идет прокладка коммуникации дороги к госпиталю. Я подчеркиваю, что наш клинический госпиталь будет находиться в очень важном районе, там, где будет проходить Чемпионат мира по футболу. Больше десяти договоров о сотрудничестве подписал губернатор Николай Меркушкин с крупными российскими и иностранными компаниями на международном экономическом форуме. Глава региона провел полтора десятка встреч. Основные направления совместной работы, участие крупных компаний в социальных проектах, открытие новых производств, борьба с фальсификатом, а также развитие инноваций, чтобы на самарских заводах изготавливали продукцию с большим преимуществом на российском рынке. Как мы добивались в свое время еще 4-5 лет назад, когда они приходили сюда, чтобы они самые современные разработки свои уже использовали на наших предприятиях, и они это делают. Встреч было много очень там самых различных, и все они очень полезны. В Самаре восстановят еще один фонтан. Решение приняли на встрече главы Самара Олега Фурсова с представителями общественного совета. Жители дома по улице Молодогвардейск обратились к мэру восстановить фонтан в сквере возле Шанхая. Олег Зверев тоже оценил масштаб преобразований. Работы в сквере в самом разгаре, но уже сейчас видно, что это будет совсем иное качество. О том, чтобы провести реконструкцию территории, жители говорили как минимум последние 10 лет. И вот теперь у города появилась возможность навести здесь порядок по столичным стандартам. Все-таки рядом Ледовый дворец, цирк, губернский парламент и этот сквер – визитная карточка города. Это очень переменно, это очень хорошо. Появились деньги, вот пришли к вам. Да, это очень хорошо. Да, мы хотели сказать огромное спасибо администрации. Да. Если мы так брать, это заслуга губернатора, сразу скажем. Мы все как бы в единой системе управления. В первую очередь заслуга губернатора. Долго ждали. Спасибо. А наша задача с вами проконтролировать, чтобы все было качественно. Ну, хочу сказать еще, Олег Борисович, что действительно общественность, проживающая здесь, в доме, там Молодогвардейская уже давно высказывалась о пожелании по поводу реконструкции сквера. Сквер на улице Молодогвардейской станет, как это и было, исторически задумано одной из главных достопримечательностей Самары. Здесь будет уложено новое плиточное покрытие, обустроены зоны отдыха и цветочные клумбы. К первому сентября все работы должны быть завершены. Капитальный ремонт идет с тахановскими темпами, и лишь внезапно начавшийся дождь на время останавливает работы. И уже на месте принимается новое решение. Жители дома напротив дворца спорта представили главе города старые фотографии, где видно, что раньше здесь был еще и фонтан. Что значит общественная инициатива? Жители дома обнаружили фотографии этой улицы, где мы явно видим фонтаны. Раз они здесь были, их нужно восстановить. Мною дано поручение проработать сумму затрат, выяснить сумму затрат на устройство фонтанов и представить эскизное решение. Дан срок неделя, через неделю мы вместе с общественностью посмотрим, что у нас получается, и по определению сметы будем искать деньги. Не менее важным для центральной части города является и сквер 30-летия Победы на Самарской площади. Глава города осмотрел, как идут ремонтные работы. По словам строителей, фонтан, который был разобран, находился в аварийном состоянии. Все конструкции металлические были уже сгнившие, трубы тоже в недлежащем состоянии сгнившие. Все необходимо было менять и коммуникации, и саму чашу фонтана. И нам придет просто вторую жизнь. Он будет в том же практическом исполнении, только уже с применением новых технологий. В том, что фонтан в обновленном виде будет намного лучше старого, сомнений нет. Ко дню города он может быть уже запущен. Вот только пока идут работы, подрядчик не удосужился оградить это место, что недопустимо. По организации работ только есть замечания. Значит, надо огораживать более тщательно. Вот посмотрите бы еще каски, спецовка, ботинки. Я думаю, здесь можно много нарыть, нарушений. Вы – организация, которая позиционирует себя как лучшая организация в области. Значит, следите соответствующим образом. К летнему сезону в Самаре уже запущено 35 фонтанов. Но счет к новым гидротехническим сооружениям будет продолжен. И прежде всего на тех улицах, где исторически уже были фонтаны, и их необходимо только восстановить. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов. События. Новый путь в Самаре полным ходом идет реконструкция трамвайной линии от площади Урийского до улицы Ташкентской. И строительство новой железной дороги от Ташкентской до стадиона «Самара-Арена». По ней поедет скоростной трамвай. Он доставит на стадион болельщиков от железнодорожного вокзала. Как идет стройка, увидела Марина Матвейшина. Здесь пойдет трамвай от улицы Ташкентской до стадиона «Самара-Арена». Вдоль московского шоссе строят новую линию. Под улицей дальний трамвай будет проходить в подземном тоннеле, глубиной до 9 метров и протяженностью 340. На сегодня готовность тоннеля оценивают в 30%. К 1 октября монолитные работы обещают закончить. Останется только засыпать котлован и обустроить тоннель. От дождевой воды в тоннеле предусмотрен как внутренний, так и наружный дренаж. Снаружи в пазухи укладываются трубы. Используются современные технологии гидроизоляции. Такая же, как на транспортных развязках на Ракитовском шоссе и проспекте Кирова. «Внутри тоннеля будет в конструкции пути устроена дренажная канава. Установлены дренажные водопропускные лотки. Соответственно, они будут собирать воду с начала тоннеля. И атмосферные насадки в том числе собирать и выводить в единую систему дренажа. То есть вода будет уходить. То есть даже расчет здесь гидравлический произведен, даже на случай, скажем, некоторых аварийных ситуаций. Поэтому тоже проблем. Новые трамвайные линии протянутся на два с лишним километра. От улицы Ташкентской до Разворотного кольца. Оттуда до стадиона нужно будет пройти еще примерно с километра пешком. Сейчас строительные работы ведутся круглосуточно, без отставания графика. В начале работы возникали сложности по освобождению площадки под строительство объекта. В частности, вдоль московского шоссе. Был произведен выкуп у собственников строений и сооружений. В настоящий момент демонтированы и ведутся продолжать демонтажные работы. В принципе, все вопросы по освобождению территории объекта решены. Трамвайная линия будет готова в апреле следующего года. Одновременно со строительством новой линии идет реконструкция путей от площади Урицкого до улицы Ташкентской. Именно с площади Урицкого свой маршрут будут начинать трамваи, доставляющие болельщиков до стадиона. По маршруту предполагается всего шесть остановок. Интервал движения во время проведения Игр Чемпионата – полторы-две минуты. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков, События. Около миллиарда рублей потратят на благоустройство дворов в регионе. Их приведут в порядок по федеральной программе. Главные условия участия – инициатива жителей. Дворы и детские площадки, которые требуют реконструкции, есть и в Самаре. Их состояние проверили активисты Общероссийского народного фронта. С жителями пообщалась и Алина Чемерис. Трехлетний Дима рассекает по двору на игрушечной машине только под пристальным контролем мамы. Играть на детской площадке во дворе дома по улице Революционная, говорит женщина, опасно. По рассказам жителей на каруселях, качелях и горке дети не раз получали травмы. Юлия Савельева и другие мамы устали ждать помощи от управляющей компании и обратились в Общероссийский народный фронт. Я хочу, конечно, переделать эту площадку, сделать для детей, чтобы дети могли здесь играть, выходя из дома, также резвиться. Если это не получится, тогда просто это все убрать, срубить, чтобы дети не получали травмы на этих площадках. Это невозможно. Какая горка? 90 градусов. Это разве можно с такой горки кататься? Здесь можно убить. Здесь уже и ноги дети ломали. И все, что угодно. Площадка отвратительная. Качели на цепях. Это что за качели? Это же ужас какой-то они качели. Детскую площадку на Революционной решено взять на контроль. Внимание требует и двор на улице Гагарина. На зеленой полянке деревянный стол и старые футбольные ворота. Территория неблагоустроена. Привести ее в порядок жители хотят по программе «Комфортная городская среда». С таким покрытием, какое есть на площадке, можем просто переломать ноги. Наша территория не освещается. То есть столбы со времен СССР стоят, перекошенные. Дорога у нас тоже разбитая, она выбоина. Торчащие колодцы, парковки у нас нет для машин. Программа по благоустройству городской среды проходит по всей стране и рассчитана до 2022 года. В Самаре на ее реализацию из федерального бюджета направят почти миллиард рублей. Чтобы двор преобразился с инициативой, должны выйти жители. Обязательно провести общественное слушание. Что должно появиться во дворе, детская площадка, лавочки, беседки, необходимо решить с учетом всех пожеланий. Очень важно, чтобы это проходило не формально на бумаге, а действительно проводились общие собрания собственников. Жители должны обязательно сформулировать свой проект на бумаге, нарисовать его и четко описать те формы, малые архитектурные формы, формы спортивных сооружений, детской площадки, которые они планируют для размещения на данной территории. Составить смету жителям помогут сотрудники районных администраций. Все документы нужно будет потом передать в администрацию города или муниципалитетов. Контролировать реализацию проекта по благоустройству городской среды на всех этапах будет Общероссийский народный фронт. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. В Самаре объявили конкурс на проектные изыскательные работы для строительства дворца спорта. Сколько денег готовы направить на проект, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шлафаст. Здравствуйте! В конце недели нефть дешевеет. Баррель марки Brent впервые с начала мая упал ниже отметки в 50 долларов. Валюта дорожает. На выходные Центробанк установил курс доллара на отметке 56,68 рубля, евро – 63,60 рубля. Дороже всего продать за 56 рублей – 20 копеек. Россияне стали больше есть. Теперь съедают на один килограмм больше хлеба, на 800 грамм больше мяса, овощей и сахара, почитали эксперты Минсельхоза. Кстати, о провизии. Россия сняла ограничения на ввоз продуктов из Турции, за исключением томатов. А в Самаре на проект реконструкции дворца спорта направят больше 49 миллионов рублей. Согласно аукционной документации, после реконструкции в здании будет 5000 посадочных мест и 2000 мест в портере для концертов. Прием заявок от компаний завершится 21 июня. На этом все. Удачи в делах! Сделано с умом! В лаборатории Самарского мед. университета внедрили собственную разработку. Это программа, которая сохраняет и анализирует данные пациентов и результаты их анализов. Благодаря ей врачи в режиме реального времени могут следить за обстановкой в больнице. Самые распространенные микробы и инфекции как на ладони. Чем полезна программа медикам? Репортаж Валерии Макаровой. Это программа Протеос, разработка медицинского университета. Ее используют в диагностической лаборатории. Программа собирает данные об анализах и пациентах и позволяет врачу быстро увидеть общую картину. Любой врач может посмотреть, что в его отделении, какой преобладает микробный пейзаж. Какие антибиотики наиболее эффективны? Какие, возможно, надо применять с осторожностью, потому что к ним либо уже выработалась устойчивость, либо в процессе выработки. Аналоги такой программы стоят от полумиллиона рублей. В университете уложились в 300 тысяч. Это деньги гранта, полученные за победу на молодежном форуме Иволга. Проект делали под нужды лаборатории. В итоге бумажной работы стало меньше в разы, многие процессы автоматизированы. Проект объединил сразу несколько специальностей – микробиология, эпидемиология и клиническая фармакология. Мы теряем огромный пласт антибиотиков. И что с этим делать, пока ученые во всем мире не знают. И чем быстрее клиницисты будут получать информацию от нас, чем продуктивнее будет совместная работа, тем будет эффективнее борьба с этой глобальной проблемой. Сейчас Протевос прошел государственную регистрацию и уже больше года используется в лаборатории Самарского медуниверситета. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов, События. А теперь коротко о других событиях дня. Средневолжское линейное управление МВД России на транспорте разыскивает неизвестного, который в ноябре 2016 года совершил покушение на кражу. Он попытался снять деньги с карты, похищенный им ранее у пассажира поезда номер 348, сообщением Санкт-Петербург-Самара. Всех граждан, располагающих информацией о человеке, изображение которого вы видите на экране, просим сообщить по телефону на экране или по телефону 02. Конфиденциальность гарантируется. Найдены целыми и невредимыми. В Самарской области завершились поиски 14-летней Елены и 15-летней Лианы Валайтис, которые 30 мая ушли из дома в поселке Южный в Большеглушицком районе и пропали. Как сообщили волонтеры, в четверг вечером девочки нашлись. Они живы и здоровы. Подробности того, где школьницы пропадали все эти дни, почему не выходили на связь с родителями, не раскрываются. Ураган не прошел бесследно. В четверг вечером без крыш в селе Ясная Поляна Шанталинского района остались 10 домов. Кроме того, повреждены линии электропередач. Пострадавших нет. По словам местных жителей, сильный дождь с ветром был и в Шантале. Картину надвигавшегося смерча видели и над селами, находящимися рядом с Ясной Поляной. Но там смерч прошел стороной. В Самаре стартовал ремонт остановочного пункта Ягодная, который располагается в микрорайоне Крутые Ключи. Там собираются обновить платформы. В связи с этим Самарская пригородная пассажирская компания просит горожан быть внимательнее и осторожнее при высадке и посадке на электричке. Напомним, станцию Ягодная, которая сейчас располагается параллельно улице Устинова, собираются перенести ближе к улице Мира. На новой станции появится административное здание с залом ожидания, кафе и магазинами. Также обустроят перроны, а рядом построят автовокзал и подземный пешеходный переход. Сотрудники Росгвардии в Тольятти задержали молодого человека, который подозревается в краже старинных монет у родной сестры. Он уже являлся подозреваемым по уголовному делу за кражу телевизора у родителей. Во время патрулирования экипаж вне ведомственной охраны получил сообщение о том, что в квартире дома на улице Лизы Чайкиной пропало имущество. 42-летняя женщина предположила, что к исчезновению коллекции 40 юбилейных монет и швейной машинки причастен ее брат. 19-летнего молодого человека задержали в ближайшем дворе. Подозреваемый рассказал, что швейную машинку сдал в ломбард, а набор монет продал неизвестному на рынке. Театр «Грань» из Новокуйбышевска взял две премии на 15-м фестивале театров «Малых городов России». Церемония награждения прошла 1 июня в Тобольске. «Грань» представил спектакль «Король лир» в постановке Дениса Бакурадзе. Премию «Лучшая женская роль» получила Юлия Бакурадзе за роли Регана и Шута. Лауреатом в номинации «Лучшая мужская роль» стал Сергей Позняков в роли Эдмонда и графа Кента. Болеем за наших юная самарчанка Анна Черноталова сегодня борется за победу в отборочном туре на участие в детском Евровидении. Международный музыкальный конкурс пройдет в Грузии осенью. Своего представителя Россия выбирает уже сейчас. Анна Черноталова вместе со своей мамой находится в Ялте. Финал отборочного тура пройдет в лагере «Артек». Мы созвонились с Анной и ее мамой, когда они готовились к выступлению. Тут очень хорошая атмосфера. Сейчас как раз идет преображение, подготовка моего костюма. Я буду петь песню «Музыка». Это моя авторская песня, которую я написала в соавторстве с Андреем Евсюковым. Завтра у нас самый основной день наших соревнований. Атмосфера потрясающая. Всем очень интересно, очень весело, очень здорово. Очень положительная атмосфера. Дети все дружат между собой. И как таковой конкуренции не чувствуется. Пожелаем удачи Анне. Поддержать своими голосами нашу юную певицу можно на официальном сайте детского Евровидения. Как же течет река Волга? Фотографы Андрей Востров и Валерий Бездрученко ответили на этот вопрос и показали снимки каждой области, через которой протекает величавая река. Уникальные кадры они представили на своей выставке «Волга с высоты птичьего полета». Красотой реки любовался Андрей Горгуленко. От истока, где бьет маленький ручеек, до широкого разлива Каспийского моря. Волгу во всей красе представили Андрей Востров и Валерий Бездрученко. Самое сложное, признаются фотографы, выбирать снимки для выставки из десятков тысяч фотографий. О каждом месте хочется рассказывать отдельно и сказать о том, что какая-то из них наиболее близка. Очень тяжело, на каждую фотографию смотришь, и она каждый раз что-то тебе дает, какие-то воспоминания свои особенные, именно связанные с этим моментом. Фотографы Андрей и Валерий на двоих имеют почти 30 лет творческого стажа. За это время собрали уникальную коллекцию фотографий с Алтая, с Кавказа и даже с Плата Путорана и Северного Ледовитого океана. Но свою выставку решили посвятить родной реке. Мы решили все-таки сделать дань великой реке, на которой мы живем, и отфотографировать ее все от истока до устья. Ну и убедились в том, что мы живем на самом деле в самом прекрасном месте, в Самарской Луке. Это действительно жемчужина нашей Волги. Было бы интересно показать ее людям, как она выглядит с саты птичьего полета, вся целиком. Выставка пришлась по душе посетителям торгового центра. Можно и покупки сделать, и насладиться прекрасными видами. Мне понравилось все, потому что это интересно, познавательно, и влюбляешься в свою родину еще больше. Виды величавой реки будут радовать посетителей до конца июля, а если выставка будет пользоваться высокой популярностью, то ее обязательно продлят. Андрей Горгуленко, Григорий Пришаков, События. Сегодня православные христиане вспоминают святителя Алексея, митрополита Московского и всей России чудотворца, а также небесного покровителя Самары. В этот день в городе традиционно проходит крестный ход от Покровского собора до часовни святителя на речном вокзале. До этого литургию отслужил митрополит Самарский Итальятинский Сергий. Первый раз в крестном ходе участвуете? Первый раз. Почему решили? Водушевилась совсем недавно примером струковных ходов, крестных ходов в других регионах. Это очень важно. В Самаре никогда не было крупных каких-то страшных событий, войн. Мне кажется, это заслуга большая святителя Алексея. Он покровитель города Самары, святой, который предсказал, что на этом берегу будет большой город Самары, который всегда будет под его покровительством, и все невзгоды обойдут его стороной. Матч всех звезд Самарской золотой шайбы прошел впервые в нашем городе неоднократный чемпион. Этого турнира клуб «Чайка» с поселка Управленческий соревновался в мастерстве против сборной команды Самарской области. Хоккейное шоу в исполнении 14-летних хоккеистов увидел Андрей Горгуленко. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте! С вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите «Самарские новости спорта». Хоккейный клуб «Чайка» с Управленческого бессменный чемпион золотой шайбы в Самаре последние пять лет. На элитный городской подростковый клуб работает почти вся спортивная индустрия мегаполиса. Бесплатные ледовые тренировки на катке «Салют и Кристалл» дважды в неделю круглый год. В тренерский штаб в этом сезоне пригласили легенду клуба шоу-профессионального хоккея 70-80-х годов Валерия Дадаева. Благодаря его опыту в этом году «Чайка» играла во всероссийском финале золотой шайбы в Сочи. На прощальном выставочном матче клубу противостояла сборная команда Самарской области. Там более они настроены на работу, на серьезную работу. Хотя они во многом выступают нашим ребятам, но желаний у них побольше. Жалко, что у них недостаток льда был в сезоне, а так с ними, конечно, поинтереснее. Они хотят больше. Матч всех звезд золотой шайбы проходил по примеру матча всех звезд континентальной хоккейной лиги. Сначала хоккеисты «Чайки», «Космических аллигаторов», «Кошкинских барсов», «Красного яра», «Богатовского кристалла» зарабатывали очки в оригинальных упражнениях. Например, кто быстрее прокатится по периметру площадки, точнее попадет шайбой в мишени ворот и красочнее исполнит булит. Были интересные конкурсы, все поучаствовали, все довольны, всем приятно. Сегодня великолепный день, замечательная игра. Прощание золотой шайбы. Ну а мы лишь поддержали и, я надеюсь, доставили ребятам удовольствие. Вторая часть хоккейного шоу – сама игра. Только на этот раз команды сражались не за очки и медали. Юные спортсмены показали взрослый хоккей, отличное видение площадки, точные пасы, великолепное катание и зрелищные голы. Доказав тем самым хоккейным специалистам, что у них отличные перспективы в городском молодежном первенстве. Городская федерация хоккея Самары будет такие турниры. Это уже хороший пример от «Чайки». Возьмем на вооружение. В конце сезона для каждой возрастной группы золотой шайбы будем проводить такие турниры. Нам нужно привыкать к хорошему хоккею, учиться играть в силовой хоккей, быть физически крепкими, не только мастерски владеть шайбой и катанием. Хоккейный праздник завершился уверенной победой «Чайки» над сборной командой Самарской области со счетом 23-9. Тем не менее, шоу порадовало хоккеистов. Все получили памятные подарки и индивидуальные призы. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи! На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова